Медовые реки для пчеловода Николая Фионова не сказка, а результат долгого и нелегкого труда. Заниматься пчелами начал, помогая отцу с пятилетнего возраста. Теперь имеет свое собственное дело и уже четыре года собирает мед. Когда у человека есть пчелы, он ими занимается. Ну, продал баночку другую, третью, на эти деньги купил себе инвентарь, это его хобби. То есть ему это нравится. Дальше свое дело, когда, собственно, то, чем он занимается, забирает практически все его время свободное. При этом он сам активно участвует в работе, да, у него, возможно, есть помощники, наемные рабочие. Но сам он активно участвует в этом деле. Тогда это свое дело. А бизнес – это бизнес. Это немножко другое. Сейчас пасека Николая стоит на нескольких полях с Гречихой и Кипреем. Около двух сотен семей собирают мед с нескольких десятков гектаров, посевных культур и луговых трав. И за всю свою жизнь они проходят все профессии, все работы. То есть, когда она появляется на свет сразу, она начинает работать уборщицей. Кстати, вот можно запечатлеть процесс рождения пчелки. Чтобы извлечь сота из улья, необходимо иметь под рукой три инструмента. Дымарь, стамеску и специальную щетку. В дымарь небольшой металлический чайник закладывают бересту и обломки гнилого дерева. С этим устройством пасечник подходит к улью. Под действием дыма пчелы меньше нападают на человека. О, чуть-чуть повеселее. Сейчас он еще разгонится и будет отлично дымить. Рамки извлекают из деревянного отсека с помощью стамески, а пером смахивают пчел. Затем рамки отправляют в медогонку – машину, работающую по принципу центрифуги. В результате вращения барабана мед стекает в бидоны. После этого продукту дают немного отстояться. Здесь от человека только требуется погрузка и разгрузка. И, соответственно, необходимо слить мед. Мы его сливаем сразу через фильтры, для того, чтобы он получился уже готовый. Через два месяца после откачки мед начинает кристаллизоваться и густеть. Эти признаки говорят о том, что мед натуральный и качественный. Также при выборе следует обращать внимание на вкус и запах. Они должны быть рисковатыми и чуть терпкими. Вот видите, образуется небольшая горка. То есть мед не проваливается в мед, а образуется некая горка при наливании его на поверхность. Это говорит о его зрелости. Это первый момент. Во-вторых, обратите внимание, мед наливается, при этом струйка не прерывается. Она может превратиться почти в ниточку, но при этом она не прерывается. Это тоже тот, собственно, показатель меда. Если же мед кристаллизуется неравномерно, имеет карамельный аромат и конфетный кондитерский привкус, стоит воздержаться от такой покупки. Мед может быть фальсифицированный.